Никогда не знаешь, что преподнесет очередное дежурство. Делится пожарный Александр Аникин. За 21 год работы пришлось тушить соки пожаров. И именно самые сложные минуты, когда приходится пробираться сквозь пекло к людям, не дают сомневаться в выборе профессии. 8 сентября 2005 года. Это общежитие на улице Мальцево, дом 7, седьмой этаж. И женщина с ребенком, которую я вынес из квартиры горячей. 45 лет на службе в МЧС Николай Кичайкин. Участвовал или руководил процессами ликвидации самых крупных пожаров Самарской области. Вспоминает уникальный опыт. Вспыхнул подземный резервуар с нефтью. В небо взмыл полыхающий нефтяной фонтан. Пожар в Лопатино. Уникальный по тушению в мировой практике. 16-30 тысяч кубов нефти в течение полутора часов был потушен. А я, когда ехал на пожар в воскресенье, жене сказал, на всякий случай прощай. С таких пожаров обычно живыми не возвращаются. Работа на грани героизма достойна высоких наград. Почетное звание заслуженный работник пожарной охраны Самарской области учредили этим летом. События долгожданные, особенно для ветеранов МЧС. Первая торжественная церемония награждения проходит рядом с памятником российскому спасателю, который тоже появился в Самаре совсем недавно. Его установили в сквере напротив дворца спорта год назад. Пока вручили только три награды. Я думаю, что в ближайшее время награжденных будет достаточное количество, потому что люди, которые, не щадя ни своей жизни, ни своего здоровья, защищают жизнь и здоровье других людей достойны самых высоких наград. Это высокая оценка труда людей, которые всю свою жизнь посвятили борьбе с огнем. Каждый день подразделения, которые сегодня находятся в этом строю, стоят на защите Самарской области. Новое почетное звание ко времени 2016-й юбилейный год в октябре исполнится 175 лет с момента создания Самарской пожарной охраны. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.